Доброе утро, дорогие друзья! Напомним, сегодня пятница, 16 июня. Наши коллеги свою часть программы уже завершили, ну а мы продолжаем выпуск. Электромобили – экологичный вид транспорта, но сеть станций подзарядки пока недостаточно представлена, и американские инженеры нашли выход. Они создали опытный участок дороги, обеспечивающий беспроводную зарядку таких машин. Испытания продолжаются. Еще больше интересных новостей из мира культуры и науки в нашем следующем материале. В Лос-Анджелесе состоялась презентация самой мощной консоли в мире. Новинка предназначена для тех, кто любит видеоигры. Основное ее преимущество в том, что она поддерживает графику и изображение в формате 4К. Кроме того, с ней намного проще внедрять виртуальную реальность. Новое изобретение вызвало много вопросов у игроманов. Ведь на сегодняшний день ни одна игра не соответствует параметрам мощного гаджета. А это значит, что под новую консоль придется создавать и соответствующий контент. В Шанхае тем временем прошел показ моды будущего. Главное отличие этой одежды от современной в том, что она содержит провода и лампочки. Хай-тек костюмы – это сплошная эллиминация. Если мужской половине предлагают добавлять небольшие детали в виде вспышек на куртку, то женская одежда светится, как гирлянда. Особый шик – корсет из проводов на батарейке. При желании можно заставить его играть всеми цветами. Для более романтичных натур предложили платья, декорированные цветами, но тоже обязательно с подсветкой. Океан без пластика. В Индии появилась команда энтузиастов, которые совмещают свою основную работу с экологическим проектом. Эти молодые люди – рыбаки, но на несколько часов в день перевоплощаются в дайверов. Их миссия – очистить Индийский океан от бытовых отходов в виде бутылок, пакетов, рыболовных сетей. Как показали недавние исследования, уже сегодня в океанах находится 150 миллионов тонн пластика. Если не предпринимать меры, то к 2050 году мусора будет больше, чем рыб. Поэтому каждый день волонтеры отправляются в море за новым уловом в виде пластиковых отходов. Семнадцать лет назад столица Казахстана, Астана, была удостоена сертификата премии ЮНЕСКО «Города за мир». Ну а в 2009 году вышла в свет книга известного казахстанского писателя, публициста и переводчика Геральда Бельгера «Казахское слово. Избранное». 16 июня 2012 года в Сан-Марина прошла презентация заявки Астаны на проведение Экспо-2017 с подробной аргументацией казахстанской позиции. О других знаменательных событиях этого дня узнаем прямо сейчас. 16 июня 1936 года родился народный артист Казахстана Мадиньет Ишикеев. В этот день, в 1963 году, состоялся полет на космическом корабле первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. В 1993 году был создан Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Казахстана. Шесть лет назад национальный медицинский холдинг был передан в состав Назарбаев университета. В 2011 году в Минске состоялась презентация книги Абая Кунамбаева «Степной простор», изданной на белорусском языке. Три года назад в Ак-Тубе открылся Центр развития предпринимателей. В 2015 году в Казахстане появилась Ассоциация автоматизации и робототехники. Сегодня астрологи советуют отказаться от стандартных решений и прислушаться к подсказкам интуиции. Обещают, что она не подведет. Интересно, а что думает по этому поводу наш нумеролог Айсулу Ахимова? Давайте прислушаемся к ее мнению. Доброе утро, друзья! На календаре сегодня пятница, 16 июня 2017 года. Цифра дня по нумерологии 23, а цвет дня, который неплохо использовать в одежде, либо в аксессуарах, это все небесные оттенки, оттенки топаза и голубые цвета. День, когда ваш внутренний голос и интуиция даст ответы на многие нерешенные вопросы. В себе также можно раскрыть много талантов к творчеству. Этот день удивительным образом подарит миру рождение великих артистов, звезд кино, режиссеров, художников. А тем, кто любит готовить, сегодня смогут порадовать своих близких изысками высокой кухни. Детей очень хорошо развивать в творчестве, особенно в музыке. В отношении здоровья обратите внимание на сердце и поджелудочную железу. Удачи вам, хорошего настроения и добрых полоросельных эмоций! Один из важных компонентов любого бизнеса – это сбыт готовой продукции или услуг. Об основных методах повышения продаж нам расскажет бизнес-тренер Аскар Аманбаев. Аскар, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, почему товар качественный или услуги потрясающие, но на рынке они не продаются? Каковы причины? Ну, смотрите, во-первых, нужно понимать психологию потребителя. То есть они стараются, как бы мы стараемся, да, то есть приумножить удовольствие и избегать боли. Вот поэтому на каком-то этапе вот в этом психологическом моменте обычно нарушаются именно вот эти законы, да. Поэтому или неправильное позиционирование рекламы, то есть для своего аудитории, или незадействия соцсетей, или ценообразование, оно совсем неверное, грубо говоря. То есть там есть какие-то промахи и гайки недокручены, которые нужно вот сделать такой внутренний аудит и узнать. Так, понятно, все очень так было сейчас, но поговорим о первом этапе повышения продаж. Что нужно делать предпринимателю? Ну, на многих своих тренингах я прошу делать вот моментальную практику – это взять и написать небольшой рекламный пост и прям сразу моментально выложить это в WhatsApp. И каждому своему человеку в контактном списке прям отправить и посмотреть на реакцию. Привет, меня зовут Акта, я начинаю свое дело. Или вот у меня есть такой товар, такая-то услуга, готов ли ты покупать или нет. И просто повестить. Если такая акция делается моментально, то уже сарафанка уже начинает работать на тебе. И, конечно же, моментально выложить посты именно в соцсетях, в Инстаграм, в Фейсбуке. Вот так в продолжении соцсетей, почему все-таки важна для людей, для тех, кто предоставляет услуги, свой товар, реклама в интернете? Ну, во-первых, в среднем, скажем, поколение может быть Y, то есть тратит 3-4-5 часов в день на соцсети, на интернет. Представляете, да, то есть это время развлечения, образования, общения, то есть все это происходит именно в онлайн формате. И поэтому, ну, если тебя нет в онлайн, как со своим бизнесом, то тебя нет и как бы в реальности, потому что сейчас реальность она такова, что сейчас все уходит именно в виртуальный мир. Ну, а если мы вернемся все-таки в мир такой физический, реальный, да, связаемый, каково вообще влияние промо-акций, я не знаю, флеш-мобов различных устраиваемых? Они важны, главное их делать вовремя и в рамках определенного контекста. Вовремя это когда? Вовремя это зависимо от сезонов, тогда, когда уже товар может быть чуть-чуть уже неактуален, да, когда люди теряют свою потребительскую способность, ну, как бы покупать. То есть тогда, когда нужно задействовать психологический триггер, когда уже слишком много монотонности, слишком много, как сказать, однобразия, и приходится вот затрагивать эти триггеры. То есть встряхнуть это все-таки вот такое физическое воздействие, да? Да, это должна быть новизна, это должна быть провокация, это прямо здесь и сейчас, завтра этого не будет, да, то есть желание человека встать с дивана и начать покупать. То есть ProMax не работает, главное, не переборщить со скидками, потому что у нас есть такая психология, что на халяву все возьмем, да, а потом второй раз не вернемся. Поэтому сейчас вместо скидок многие компании начали разрабатывать систему возврата денег, кэшбэк, бонусная система, то есть геймификация, где это формате игры, потом можно эти бонусы обратно вложить, купить новый товар, то есть это должно быть именно интерактивным. Понятно. Аскар, многие люди любят красочное, яркое, красивое, удобное. Насколько важен в данном случае дизайн? Это такой подсознательный момент, где человек смотрит, ему нравится. Он не понимает, почему. Это как выбор, не знаю, женщины, мужчины, наверное, да. Какая-то часть происходит именно подсознательно, где ты не понимаешь, ну что-то тебе в этом нравится. Поэтому упаковка и дизайн должен быть профессиональный, должен быть красочный, должен быть максимально, ну по международным стандартам, да, и он должен нравиться. Ну это если соответствующий товар, да, все-таки. И соответствующая, наверное, все-таки цена. Вот насколько цена тут важна, скажите. Цена тоже интересный момент. Многие заходят вот с рыночной стоимостью, как и все, да, но тогда как отличить разницу? Кто-то заходит в формате демпинга, где он снижает цены, да, для того, чтобы зайти на рынок и забрать какой-то вот, ну, процент рынка. Кто-то завышает, чтобы провоцировать и некую эксклюзивность создать. Но самый эффективный способ, который я для себя находил и во время тренингов, это, во-первых, узнать у потребителей или у пару родственников, знакомых, то есть сколько они готовы платить за этот товар и за услугу. Спросить, почему так мало и так много, в основном мало, да, и спросить, что можно вот повысить в плане ценностей, чтобы они начали тратить больше на это. Все, на основе вот этого, опять же, аудита и опросника можно исходить и работать над ценовым предложением. Скажите, что еще способно повысить продажи? Сейчас очень в цене эта экспертность и доверие, то есть специалистов. Поэтому сами хозяева бизнесов, руководители ко мне часто обращаются, они говорят, почему я не могу сидеть в тени и продавать что-то. Нужно выходить, нужно говорить, что да, действительно, я человек, знающий свое дело, да, то есть я не просто там открыл салон красоты, к примеру, да, я еще и знаю в этом толк, да. И на основе вот этого доверия, экспертности и специальности можно продавать больше и лучше. То есть уже в тени не получается оставаться. Руководители, хозяева бизнесов, они должны выходить и показывать то, что они тоже люди, успешные, спортом занимаются, правильно питаются, понимаете, да, и вещать о ценностях, которые в наше время сейчас вот в тренде. А это, как мы говорили, это ЗОЖ, это общение, нетворкинг, то есть и желание быть лучше во всех сферах. Лоскарь, на данном этапе мы вас благодарим за советы, за рассказы нашим молодым предпринимателям, всем тем, кто начинает свое дело. До скорых встреч, увидимся. Спасибо. Девиз юного бизнесмена Райана Росса гласит, главное не слушать тех, кто не верит в твой успех. Наши балопанчики сейчас расскажут вам о том, какими должны быть юные бизнесмены. Смотрим. Лица, это когда меня кто-то обижает или пинает там, я когда смогу сразу побить его. Я убираться. Один мой друг. Меня больше злиг папа, потому что он меня мучает всегда, когда проезжает. Но мучает раньше, теперь не мучает. Меня змея. Больше всего меня жалит акула. Когда мне достают. Я хочу быть умным. Грамоте биологии. Ну, я хочу научиться почитать, писать, хорошо учиться. Хорошо работать, хорошо водить, чтобы все было хорошо. Мне бы хотелось научиться все самому, резать хлеб, сыр. Еще бы доставать самому все далеко. Вставать и сам держать. Мне хотелось научиться, чтобы я был... Мам, я хотел быть водителем, таксистом, когда вырасту. Научиться на скейте кататься. Помогать маме всегда-всегда-всегда. Накрашены. 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 Если у них в глазах брови, черные, то ужасные. А если нету, то будут красивые. Потому что они будут красивые. Красные, потому что их такой красивый свет. Потому что они могут стать моделью или звездой. Потому что они еще красивее. Итальянцы пьют кофе с сахаром, мексиканцы с корицей, немцы с горячим шоколадом. А эфиопы добавляют в напиток соль. А марокканцы перят. Словом, рецептов сотни. И есть люди, которые могут приготовить ароматный напиток на любой вкус. Знакомьтесь, Бористо. Жители всего земного шара любят кофе за его насыщенный вкус и неповторимый аромат. Традиционно его пьют за завтраком. Прилив энергии и бодрость на весь день могут обеспечить и другие напитки. Например, цикорий или зеленый чай. Но многие все же отдают предпочтение кофе. Возможно, поэтому профессия Бористо набирает все большую популярность. Чтобы стать востребованным специалистом в этой сфере, одного умения варить кофе недостаточно. О том, как превратить профессию в призвание, нам расскажет шеф Бористо Керемет Шаимбетова. Это можно сравнить как с Амелье. Он все знает, рассказывает о вине. То же самое Борис делает о кофе. Хотя это достаточно узкая специальность и в Европе она считается достаточно престижной. Сейчас она у нас только-только развивается. В сферу ресторанного бизнеса Керемет пришла еще в студенческие годы. Как и многие другие, за дополнительным заработком. Однако и после окончания учебы Керемет решила развивать себя в такой профессии, как Бористо. Это может быть призвание, действительно. Можно быть в этой сфере новатором. И можно развиваться. И что хорошо, допустим, в кофейной сфере у тебя очень много, миллион вариаций, что ты можешь делать. По словам Керемет, алматинцы предпочитают кофе покрепче. Заказывая этот бодрящий напиток, не стоит руководствоваться лишь вкусовыми предпочтениями. Намного важнее страна происхождения кофе. Их очень много, но самое основное – это, наверное, арабика и робуста. Это то, что чаще всего используется. Ну и арабика уже тоже делится, допустим, в Сартам, да, допустим, в Бразилии, Кении, Эфиопии. Допустим, робуста тоже в своей очереди делится тоже по странам. Там индийская робуста, например, самая популярная. Бориса, класс дерманов, показал нам процессы приготовления кофейных напитков. Молодой парень в прошлом работал барменом, но любовь к кофе сделала свое дело. По словам Экаласа, большинство видов напитков готовятся на основе эспрессо. Меняют его в латте, капучино и американо уже различные добавки. Сначала заваривается эспрессо через кофе, чисто 30 мг, а потом сверху кипяток добавляется. А капучино, латте, он идет тоже так же эспрессо, он идет только с молоком. Сбивается специально молоко с пеной, с рисом. Чашка эспрессо или американо за завтраком подарит вам бодрость на целый день. Несмотря на все полезные свойства, пить кофе все же следует в умеренных количествах. Агыркен Рубеков, Астас Фрагов, Жанакон. Нурлан Батыров Нурлан Батыров, режиссер, актер, вайнер. Окончил Национальный институт художеств и дизайна имени Бигзода. В 2008 году переехал из Ташкента в Алматы. Работал художником по костюмам. На его страницу в Инстаграм подписаны более 1 миллиона человек. Сыграл яркие роли в фильмах «Супер Той» и «Любовь по наследству». Ну, Ланна, доброе утро. Самое доброе, смешное и глядя на вас юмористическое утро. Здравствуйте, добро пожаловать. Я вам сказала, что профессиональное утро. И очень, я думаю, интересно. И вот мы сейчас объясним, почему профессиональное утро с тобой. Диалог покажется. Давайте поговорим о том, что стало для вас дебютным, новым. Это картина, над которой вы работаете, закончили работу, называется «Проявление». «Проявление», да. А это в основу самой картины легла короткометражка, которую мы сняли 4 года назад. Друг, который увидел этот фильм, он сказал, что эта картина должна выйти в широкие экраны. И в полнометре. В полнометре, да. И я тогда не придавал этому вопросу серьезность. Он мне звонит, говорит, что через неделю снимаем. И у меня просто вот так вот все. Ну, то есть это как? Вот вам сказали, что через неделю снимаем, и у вас была неделя на то, чтобы написать сценарий, полностью собрать команды? Надо было просто переписать сценарий, надо было просто его немного усилить, расширить, актеров подобрать, потому что девочка маленькая, которая снималась с первой версии, она уже выросла. За 4 года, да. Да, и от нее много чего зависело, и поэтому мы поменяли половину, ну, основной актерский состав мы поменяли, кроме Жанна Эльмака, Жанна главной героини, которая снималась в этом фильме. Ну, давайте теперь о его интересных, да, странах, для тех, кто, может быть, не видел короткометражное. Это, во-первых, это триллер. То есть жанр, ну, весьма необычный, скажем, не очень пока популярный отечественный триллер, это не очень, там, популярный жанр пока что в Казахстане. Пока что в Казахстане, но, видите, как бы в этом году выходят аж целых три направления, три картины в этом направлении. Та Хан Сатаев, Нуртаса Дамбаев выпускает, и в том числе и я, и какой-то в этом году бум на триллер, и этой осенью посмотрим, что произошло. Ну, вы, Нурлан, получается, вы одни из первопроходимцев, какие-то спецэффекты или какие-то, может быть, психологические трюки, которые будут держать зрителя, о чем расскажете? Музыка нагнитка или что? Ну, о себе я просто могу сказать то, что я большой фанат направления фильмов, ужасов, триллеров в этом отношении, да, я не могу похвастаться своим колоссальным опытом, но я знаю, и у меня есть чутье, где и как надо этот момент преподнести, потому что в Казахстане на колоссальный бюджет мы не можем рассчитывать, потому что существует понятие, как кассовые сборы. И поэтому надо давить больше на интересную историю, на сюжет, на саму съемку, и злоупотреблять, например, та же самая графика, и мы не можем. Ну, вот тогда интересно, вот вы сказали, что вы поклонник фильмов в жанре триллер, хоррор и так далее, кто ваш любимый режиссер? То есть, ну, чего нам примерно ожидать, какого направления? Ну, в первую очередь, конечно, это Альфред Хиткок, а на сегодняшний день, да, это классика, которым надо учиться, и написание истории, это, конечно же, Стивен Кинг, да, это писатель. А потом, на сегодняшний день, это Джеймс Ван, который просто перевернул сознание именно малобюджетных, страшных фильмов, ужасов. А до этого, конечно, классика из классиков, например, фильм «Звонок», мне нравится, Гор Вербинский, который снял. Мы знаем о том, что вы сыграли в фильме «Нияза Абдига Паре», «Любовь по наследству» она называется, и потом вы выступили с ним в тандеме в качестве режиссера. Ну, вот как раз-таки «Нияз» мне очень сильно в этом пошли. Вот он вам помог, но вы все-таки выступили и актером, и режиссером такое вообще, в фильмах практикуется, ну, не так часто, и каково это было принимать вам? Легко ли ему друг другу подсказывали, как происходил процесс? Нет, сначала я у него в фильме снялся, мы с ним задружились, и в некоторых моментах, именно когда снимался фильм «Любовь по наследству», там я очень активно себя вел. Например, режиссерам зачастую этого не хватает, когда хочется подойти и сказать, а давай я попробую себя сделать вот так вот, а я сделаю вот так вот. Режиссерам этого очень не хватает. А, наверное, «Ниязу» это больше всего понравилось, и когда он увидел краткометражку, он сказал, говорит, я хочу тоже попробовать себя в этом направлении, говорит, давай попробуем вместе. А, ну, то есть это было вот такое, с его стороны предложение и поддержка, и поэтому все достаточно комфортно. Ну, а с вашей стороны инициатива все-таки, потому что он все-таки активно продал. Но, тем не менее, давайте вот скажем честно, люди просто любят же услышать о вот этих там закулисных каких-то проволочках, но все-таки спорная ситуация, если возникала, она наверняка не была. Как вы их решали? Очень легко и просто. Я сам по себе человек уже терпеливый, и не ясно, что достаточно. Мы не дети, начнем с этого. Но когда какой-то момент возникает, я просто подходил и говорил, что давайте, ну, как бы, на сегодня закончим. Я говорю, мы не будем гоняться за временем, которое у нас и так мало. Я говорю, завтра группа выспится и продолжим с мазей. Чтобы избежать каких-то конфликтов, наверное, все-таки нужно немного быть терпимее. Кто занят в художественном фильме? В этой картине дебютировал именно как в большой роли Марат Авишев. Это молодой актер. Я думаю, он скоро стрельнет и очень хорошо себя проявит. Он очень фактурный, он очень интересный, талантливый. Маленькая девочка, которая сыграла Алису, Лина Султан, тоже, она просто меня поразила на кастинге, когда пришел. Дети многие, когда заходят, выходят, многие как бы стесняются. А я ей спросил, я говорю, ты сможешь заплакать? Она говорит, да. И как, давай реветь. И как у нее пошли слезы. Я такой, вот я ж, да на, записываю. Все, остальных детям можно. И у нее еще внешность загадочная. В будущем, конечно, мне кажется, когда она подрастет, она тоже... Картина выходит на экраны, мы поняли, так, осенью. Осенью, да. Этого года. И зритель сможет увидеть ее на больших экранах. То есть фактически любая, не знаю, частичка города Казахстана будут иметь к этому отношение, да? Дети происходят в двух местах. А в каких местах? В доме и в больнице. И все. И я говорю, ну, никаких наших роскошных высотных астанинских зданий вы не увидите. Панорамы сверху не будет, да? Да, панорамы сверху не будет. Мы специально сделали кино без национальности. Для того, чтобы, если вдруг получится, на что я очень сильно рассчитываю, попробовать его продать уже за рубеж. Для того, чтобы у людей не было стереотипов о том, откуда этот фильм. Потому что, например, когда мы были в Америке, до сих пор не могли распознать, какой мы национальности. Потому что мы все казахи, но мы все разные. Они китайцев, японцев, корейцев четко отличают. А у нас какие-то, мы тоже самые азиаты, но мы какие-то другие. Они не могут понять. Это в ступор такой. Какие-то дальнейшие идеи у вас есть, к чему вы сейчас идете? Понравилось ли вам чувствовать себя в роли режиссера? Режиссировать понравилось. Но вопрос, почему триллер? Наверное, потому что я понимаю тенденцию о том, что уже два года подряд снимаются комедии. Все, постоянно зритель смеяться не может. Уже будет, мне кажется, настанет какой-то момент, когда зритель немного присытится именно казахстанской комедии. Потому что одно и то же девушка, парень, свадьба, родственники, аулы и все остальное. Ну, как бы, тему надо немного расширять. Люди переходят постепенно на драму. И здесь есть такой момент, как от драмы до триллера, как бы, один шаг. Можно переписать историю, так сделать ее очень страшной. Потому что само по себе любой триллер – это тоже драматическая история. Но вам не кажется, что с каждым вашим новым проектом вы сами развиваетесь, обнаружите себе какие-то новые грани? Потому что вы такой тот или как бы селф-мейд, сделали себя сами. Начинали с Вайенов, с той же самой комедии и так далее. Потом вы попробовали что-то большее. То есть какой опыт вы извлекаете, куда вы стремитесь, к чему? Для нас вот сейчас Нурлан Батыров настолько разносторонний, многограненный человек. Мы не знаем, где и в какой сфере вы вдруг можете остановиться. Останавливаться я, наверное, не стану. Но я все делаю на уровне интуиции. Потому что я даже не знаю, как это объяснить. Потому что что будет, например, через год и к чему я стремлюсь, я тоже еще плохо вижу. Я до сих пор не понимаю. Наверное, это все происходит от того, что я постоянно ищу себя. Если я здесь себя попробую, получилось, да, классно. Я хочу попробовать еще что-нибудь интересное. Вот. И поэтому сейчас триллер. У меня еще есть два сценария на ужастика. Я их тоже хочу попробовать. Вот тогда я пойму... В полнометре? Да, в полнометре. И после этого я хочу понять, куда я хочу двигаться дальше. Нурлан, но все-таки одна из грани вашего творчества – это всеми любимые вайны. Скажите, почему сейчас вайны становятся такими популярными? Обрели уже популярность? Я вам скажу грустную историю о том, что вайны начинают уже... Я вот тоже думаю, так наоборот. Да, давать спад. Почему? Потому что уже вайнеров стало слишком много. Есть московские вайнеры, есть казахстанские вайнеры, которые... Ну, они везде, их просто практически. И зритель начинает уже... Многим уже начинает это действовать на нервы. Потому что вайны, наверное, есть и некачественные. Потому что, как его... Ну, знаете, как бы... Как пью чай я, и как пьет чай моя девушка. Ну, как бы вот эти тенденции уже, они уже выжаты. И поэтому новый формат вайна, в котором мы снимаем, это уже не вайн, это уже скетчи. Теперь стало модным снимать одноминутный скетч в Инстаграме. Для того, чтобы зрителей удержать. Потому что это нужно им давать какую-то пищу новую надо. Мне интересно все так же узнать, Нурлан, о вас. Вот какие-то самые бытовые вещи. Сколько часов там в сутки вам достаточно поспать, чтобы чувствовать себя там отдохнувшим? Я в последнее время расслабился немного. Я, наверное, набираю сил, потому что мне нужно вернуться в Инстаграм снова. Мне надо что-то снимать, мне надо что-то делать. Прям надо, вы чувствуете, что это надо делать? Надо. Мне иногда угрызение совести мучает, когда я ничего не выкладываю в Инстаграм, а зрители ждут. И мне интересно, куда я ездил. Они, да, посмотрят, похохотали, но по просмотрам я вижу, что то же самое, как мы съездили в Америку, мы выкладываем наши трипы и все остальное, им это неинтересно. Им нужна смех, им нужна порция смеха. А вы часто стараетесь делать именно то, что ждет от вас ваш зритель? Конечно, я стараюсь всегда их оправдывать. Я чувствую даже грань, когда сколько раз в неделю выкладывать безумную женщину, например, чтобы она не действовала на нервы, чтобы по ней успели соскучиться. Слушайте, ну она безумная женщина, когда-нибудь-то замуж выйдет, а интересно? А то у нее-то есть. Об этом вы узнаете в большом кино. Будьте добры, и несколько слов пожелания всем казахстанцам. Смотрите хорошее кино, смотрите мой фильм «Ужасов проявления». Чаще улыбайтесь, развивайтесь и стремитесь, и достигайте своих целей. И телеканал «Хабар» тоже смотрите. И телеканал «Хабар» Жанг Акун. Нерланд, спасибо вам большое. Продолжайте искать себя, потому что вот все, за что вы беретесь, то, что вы пробуете, нам, зрителям, поклонникам, людям вообще со всего Казахстана и даже из-за границ, это очень-очень нравится. Спасибо большое. До встречи. Англичанин Пол Салливан, играя в бильярд без перерыва 24 часа, отправил шар в лузу почти 17 тысяч раз. Результат попал в книгу рекордов Гиннеса. Наши корреспонденты подготовили интересный материал для тех, кто тоже хочет научиться отлично владеть Кием. Бильярд – динамичная игра. Она развивает не только физические, но и умственные способности человека. Самое главное – выбрать правильного наставника. И сейчас президент бильярдного клуба «Жумагул Уразов» даст ценные советы тем, кто в первый раз берет Киев в руки. История зарождения бильярда, об этом идет очень много споров, но все склоняются к тому, что бильярд зародился в Азии, в Индии, в Китае. У нас, допустим, в Казахстане распространен только русский бильярд. Играем мы 16 шарами, 15 белых и 1 красный биток, который называется. Вот это у нас распространено. Новичкам важно понимать, что сосредотачиваться следует не на сопернике, а на шарах. Не позволяйте себе отвлекаться. Концентрация на шарах станет своеобразным упражнением для ваших глаз. Если вы планируете заняться бильярдом на профессиональном уровне, вам понадобится соответствующий инвентарь. Для игры в бильярд, кроме стола, шаров, нужны кое-какое оборудование для игры в бильярд. Шар сам по себе, вот игровой шар, они подразделяются на две категории. Есть шары китайского производства, есть бельгийского производства. Шары бельгийского производства пользуются наибольшей популярностью. Делают их из фенолформальдегидной смолы. Чтобы кий скользил по руке свободно, для этого мы одеваем перчатку на руку. Вот такая вот перчатка нужна. Затем мы используем мелок. Мел с держателем. Сам кий, наклейка, нужно его мелом этим мазать, для того, чтобы было хорошее сцепление шаром. Если планируете заняться бильярдом на постоянной основе, готовьтесь к продолжительным тренировкам. Новичку нужно тренироваться не менее трех месяцев, для того, чтобы повысить свое мастерство на следующий уровень. Однако вам это не будет в тягость. Ведь этот красивый и зрелищный вид спорта – идеальный вариант для веселого во времяпрепровождения с родными и близкими. При всей своей динамичности бильярд подчиняется строгим правилам. В первую очередь следует освоить теорию. Удар, исполнение удара происходит в три этапа. Первый этап я посмотрел, оценил, выбрал этот третий шар. Этот шар я буду сыгрывать в лузу. Это первый этап. Второй этап – это подготовка к удару. Далее следует выбрать линию удара. Большой палец неигровой руки нужно плотно прижать к остальным. Точным ударом бейте кием по шару. Концентрация, трудолюбие и настойчивость со временем помогут вам добиться успеха в этой игре. Агаркина Рбекова, Стас Фролов, Жамакон. Дорогие друзья, наша программа завершилась. И помните, не останавливайтесь на достигнутом. Каждый день учитесь чему-то новому. Отличного дня и приятных выходных. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова